здравствуйте дорогие друзья меня зовут рудницкий даниил и мы начинаем наш урок рисование кошек и собак стилизация и шри кошка пожалуй единственное домашнее животное которое испокон веков окружено орелом тайны и кошек считали непременной спутницей колдовского ритуала им поклонялись как богам и погребали как членов семейства фараонов молвой им приписано иметь девять жизней и видеть потусторонний мир они исцеляют людей и единственные наслаждаются пребыванием отрицательно заряженных энергетических полях поэтому если вы счастливый обладатель 40 кошек в вашей квартире то я вас поздравляю никакой недуг не застанет врасплох ведь благодаря такому количеству вы абсолютно неуязвимы ну конечно шутки шутками кошки почти 10 тысяч лет сопровождают человека в быту но не пропадут спартанских условиях дикой жизни и выживут без него покровительства этих животных относят к отдельному биологическому виду в крайнем случае под виду лесной кошки сегодня мы будем учиться рисованию животных направлениях реализм линогравюра и стилизация под шрифт в нашем случае мы начинаем рисовать голову после того как круг нарисован приступаем к рисованию тела кошки рисуем две изогнутые линии от головы какая кошка бывает без ушей рисуем парушек сверху головы в виде треугольник в нижней части мордочки кошки рисуем носик в виде треугольника от него две светушки обозначающие рот кошки кошачьи глазки они не круглые а застренные углам и немного раскоса зрачок имеет вытянутый форму но его здесь особо не видно на этом рисунке нарисуйте лапки кошки как показаны на нижнем рисунке на каждой лапке нарисуем по три пальчика и конечно любой кошки просто необходим хвост нарисуйте его сбоку если вы хотите добиться такого результата то стоит уделить этому больше времени здесь вы видите парнюю композицию также можно попробовать нарисовать кота мягкими материалами например ухлёб или санги далее я вам покажу видео урок по рисованию кошки а 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 можно поиграть с различными узорами. Узор – это композиция с повторяющимися фрагментами. Следующая задача – составление алфавита, разработка шрифта из кошек. Пример использования букв и животных. Вот, например, слово вписывается в силуе кошек. С кошками мы закончили. Теперь переходим к собакам. Когда у вас не остается никого из тех, кто был вам дорог и любил вас, только собака сохраняет вам верность. Самая распространенная теория происхождения собак – это предположение о том, что семейство псовых произошло от нескольких прародителей, почти одновременно в разных частях цвета. Прародителями волк считают волка, шакала и первобытную собаку. Чтобы приступить к конструктивному выполнению рисунка собаки, мы начинаем с основных больших овальных и круглых форм. Далее соединяем их между собой линии, тем самым выстраиваем анатомические граммы. Намечаем основные тени и доводим рисунок до завершения. Пример готовой работы. Здесь мы видим такого сонного французского бульдога. Все эти рисунки выполнены простыми карандашами. А теперь я вам покажу видео урок по рисованию собак. Здесь мы видим, как художник начинает работать с самых темных мест. Чтобы так работать, нужно иметь идеальный глазомер, потому что такие темные фрагменты будут невозможны стереть. Вот. 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 следующая задача стилизация животных здесь мы должны сохранить узнаваемые при этом даем фантазии свободу можно сделать парную композицию можем применить языки пламени теперь нас создаем алфавит в данном случае алфавит из мопсов можно изгибать собаку в любом ракурсе главное не потерять узнаваемость буквы и животных на этом конец учитесь применяйте на практике до скорых встреч всем спасибо дорогие друзья все доброе с вами был рудницкий Даниил